Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и я продолжаю рассказывать о четвертом этапе Гран-Пэйфиде в Пальма-де-Майорке. Итак, сегодня у нас партия победителя Кубка Мира, участника турнира претендентов 2018 года Ливона Роняна против члена сборной России Ирнесто Инаркиева. Роняна играет белыми, начинает как обычно с закрытыми дебютами и Инаркиев скромно разыгрывает Ферзев и Гамбит. Вроде бы Ферзев и Гамбит все знаем как довольно скучный дебют, но я вас уверяю, эта партия скучной не будет. Итак, черные подрывают центр, белые пытаются играть против пешки Д5, в общем на горизонте маячат позиции с изолированной пешки у черных, но черные делают довольно хитрый ход Ладья Е8. Вроде бы на первый взгляд Ладья упирается в собственную пешку, но идея хода в том, чтобы толкнуть пешку Е5 и тем самым прорваться по центру. Впрочем, это все давно известно, Роняна отвечает наилучшим образом, отводит коня на Д2 и все равно следует Е5. Слон отходит на Ж5 и здесь, в общем-то, все это черные затевают, как правило, ради вот такого вот прыжка коня под бой пешки. Ход очень красивый, но тем не менее в теории он давно известен. Давайте посмотрим, что будет на взятие коня. Черные забирают пешку с шахом и тут-то выясняется, в чем причина хода Ладья Е8. Ладья становится напротив короля, но если белые совсем жадничают и отступают конем на Е2, желая сохранить фигуру, то у черных есть очень сильный ход конь Ж4. Идея в черных в том, чтобы где-то толкнуть пешку на Д3 и просто поставить Макс слоном с поля Ф2. Белые, естественно, защищают это полем слоном, но все равно следует Д3, белые выражены взять, и после хода конь Е5 черный выводит слона на Ф5, и оказывается, что белый король запотован, и от угрозы мата конем с поля Д3 по сути нет удовлетворительной защиты. Черные здесь форсированно выигрывают. Чуть посильнее для белых закрытых слонов здесь, желая все-таки уйти в короткую рокировку, но сделать им это здесь очень непросто. После взятия на ЦТ, основной вариант такой. Черные подвязывают коня, следует ход слон Ж4, желая побить на Ф3, и после естественного хода Ф3 уже никакой рокировки белые могут забыть. Все-таки слон контролирует черную диагональ. Тем более, следует жертва ладьи. Черные выиграют еще и Ферзя за две ладьи. Ну и получается вот такая вот позиция, где у белых три фигуры против Ферзя, но очень слабый король, фигура не скоординированная, и в общем-то черные должны здесь постепенно победить, если, конечно, они будут играть энергично, смело и не допустят консолидации белых фигур. Ну что ж, мы с вами немножко отошли от теории. В общем-то, все это далеко давно хорошо известно, и все известные элитные гроссмейстеры здесь автоматически делают ход Ферзем на Б1, который является сильнейшим. Вроде бы здесь черный продолжается с темпом развивать фигуры, нападая на Ферзя, но ходом слон Д3 белые вынуждают немножко разгрузить позицию. Но не тут-то было. Черные продолжают нестись вперед просто как локомотив. Конь Е4. Второй конь встануте в центр доски. Действительно, красочная позиция, но это все, как я уже говорил, встречалось и не один раз. Например, в партии опять же на этапе Грампе Фиде китайский гроссмейстер Дин Ли Рен также участник турнира претендентов 2018 года, который в финале Кубка Мира проиграл Роняну, играл здесь с Накаморой, и Дин Ли Рен здесь побил коня на Е4 конем. Последовало взятие на Е4, и после хода Ферзь Б6 Накамора создал угрозу взятия пешки Б2. Теперь, если белые сделали активный ход Б4, нападая на слона, то черные просто отводят фигуры назад. Немедленно, обратите внимание, рокироваться плохо для белых из-за шага конем на Е2, и конь объявляет вот такую очень неприятную вилку. Поэтому приходится делать еще один подготовительный ход, и черные просто отводят фигуры и начинают подрывать пешку Б4, в результате чего у них здесь достаточная компенсация за отсутствие пешки. В партии же Накамора Дин Ли Рен попытался защитить пешку ладьей, но все равно последовало А6. Накамора эту партию играл крайне энергично. Слона отвел на Ф8, ладью поставил на Д8, конь уже бесчетное количество ходов стоит под боем. И в итоге вот таким вот способом Накамора все-таки завершает развитие фигур, и уже здесь после взятия на Б6 соперники согласились на ничью. Действительно, позиция здесь равна. Также эта позиция встречалась в партии китайских товарищей, где гроссмейстер из Вьетнама Ле Куан Ли Йем побил на Д5 пешкой. Так вот и все было. На что черные побили коня на Ц3 и отступили конем на Б5. Теперь вы видите, что пешка Ц3 и пешка А3 находятся под боем. Но Ле попытался защитить пешки форксированным путем, сыграл конем на Е4. Но после размена коней, да, пока белым удалось сохранить лишнюю пешку, но буквально через пару ходов черные отыграли пешку на АТ и получили абсолютно равную позицию. В результате долгой борьбы эта партия также пришла к ничейному исходу. Ну а в нашей партии Левода Ронян привез с собой новинку, которая, в общем-то, не ставит перед черными каких-то серьезных проблем. Ронян побил конем на Д5, оставляя слона под боем и, в общем-то, Энар Киев немедленно забирает слона на Ж5. Здесь после простого взятия на Д4 черные могут побить как пешкой, так и слоном. И, в общем-то, после рокировки здесь у черных довольно комфортное равенство. Поэтому Ронян продолжает накручивать позицию, он играет Б4, атакует черного ферзя. Ферзь отступает на поле А6. Здесь Ронян забирает слона на С5. После этого ход ладьё на Д8. Обратите внимание, нельзя рокировать белыми, поскольку пешка С оказывается под связкой и черные могут просто побить коня на Д5. Но у белых находится ход конь Б4, атакует черного ферзя. Ферзь отступает. И вновь плохо делать рокировку, поскольку конь с темпом отпрыгивает, с шахом отпрыгивает, и следующим ходом черные забирают ферзя и опять же остаются с лишним материалом. Поэтому Ронянам приходится потратить еще один темп, отступает ферзьом на Б1, и теперь уже все готово к рокировке. Но, объективно говоря, у черных здесь тоже нет никаких проблем. Все-таки пешки белых сдвоены, особого перевеса ни в чем у них нет, и здесь Эрнеста мог бы просто отойти конем НЦ6, что сохранял за черными абсолютное равенство. Но вместо этого Эрнеста, видимо, почувствовал себя здесь и молодым талем, и он начинает подкручивать позицию. Он играет А4. В общем-то, цель хода в том, чтобы согнать коня с поля Б4 и задержать белого короля в центре. И это удается Эрнеста. Конь объявляет шаг на С2, и король вынужден выйти вперед. Дальше Эрнеста играет также очень изобретательно. Он ставит коня под бой, с идеей снять защиту с пешки С4. И после взятия на С4 ферзем, белый король вынужден еще дальше идти вперед, выходит в центр. Черные отыгрывают фигуру. Ну и действительно, посмотрите на позицию. Во-первых, на доске материальное равенство. Во-вторых, белый король вышел на Ф3, и вроде бы все черные фигуры в игре, кроме того, черные грозят ходом Ф7, Ф5 продолжить атаку на белого короля. Но Аронян играет крайне спокойно. Он делает ход Ж4, во-первых, препятствуя ходу Ф5, и готовил в случае чего королю отступление на поле Ж2. И оказывается, несмотря на то, что белые вышли королем буквально в дебюте в центре доски, фигуры черных не готовы к атаке на этого короля. Более того, у белых есть конкретная угроза, это взятие пешки на Б7. А белый конь с Е4 очень удачно располагается в центре доски, защищает собственную пешку. Ну а конь на С2, как ни странно, расположен неудачно, и не может принять активное участие в игре. Но здесь Энерто уже совсем понесло. Он, видимо, считал своим долгом добраться до короля Ароняна, и он делает ход Ф5, скрывая линии. На взятие ладья идет на Ф8, и, в общем, готова уже побить пешку на Ф5. Ну и здесь уже Аронян задумался и нашел сильнейшее возражение. Это взятие пешки Б7. Игнорируя угрозу черных, и оказывается, что после взятия ладьей с шахом, король просто отступает на Ж3, после чего шахи у черных заканчиваются, и черные просто не успевают съесть центрального коня, поскольку белые уже создали угрозу взятия ладьи. Приходится разменивать ладьи. Теперь Ферзь очень удачно защищает коня с поля Б7. И, по сути дела, атака черных зашла в тупик. Ну, Энерто здесь пытался еще как-то подкрутить позицию, играть конь Д4, ну, Аронян просто забирает этого коня, и оказывается, что здесь у черных абсолютно ничего нет. Белые укрепляют коня в центре, выходят конем на Ж5, создавая угрозу уже взятия на А7. Приходится уже черным защищаться, и после шаха Ферзьом на Б8, Эрнест Эйнаркиев посчитал варианты и признал свое поражение. Ну, действительно, давайте посмотрим. У черных единственный ход это закрыться ладьей, после чего белые ставят довольно известный, но, тем не менее, не менее некрасивый мат. Шах Ферзьом по диагонали, шах конем, ладья не может бить коня из-за мата по 8-му ряду, приходится отступать, но здесь еще конь захватывает Ферзя по пути с шахом, и дальше следует завлекающая жертву Ферзя и спертый мат конем. Очень известная комбинация, но, тем не менее, она не теряет своей актуальности. Таким образом, Ливон Аронян во втором туре Гран-При Фиде выходит вперед, а НР Киев терпит поражение. Ну, что ж, на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить обзоры следующих партий. Субтитры создавал DimaTorzok